МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Гость студии, представитель казачества Евгений Пыхонин. Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте! Евгений, насколько я знаю, вы родились в Нижнем Новгороде. Да, это родина моя. Горький, вернее. Горький город. Нижний Новгород – это сейчас называется. В 1991 году пошло переименование городов, поэтому Горький. Политическую деятельность тоже вы начинали в Нижнем Новгороде. Почему вдруг вы решили переехать в Азов? Ну, знаете, политическую – это такое двухсмысленное, такое некое понятие, наверное. Ну, политическую, да. Народ привык к этому. Хотя, наверное, больше надо все-таки нашей жизнью экономикой заниматься. От политиков все бедомеры у нас действующие. Один классик, сказал наш соплеменник. Почему Азов? Всегда была мечта где-то перебраться уже в Южные края, да. Потом волей судьбы так сложилось, что я начал заниматься казачеством, будучи еще наказанным атаманом по Нижегородской области. То есть, там не было Донского войска, мы его создавали. Сейчас там почти 290-300 человек без малого. Вот. Потом, поскольку ядро казачества – это все-таки Ростовская область, да. То есть, у нас предприятие находилось на улице Шевченко в городе Шахты, сейчас в Ростове. Приходилось часто полтора, там, наверное, 3 раза в месяц я сюда ездил. Ну, полторы тысячи километров в расстоянии не близко, и поэтому надо было выбирать либо заниматься уже здесь вплотную, либо не заниматься этим. Ну, я выбрал первую. Поэтому так сложилось, что купил я дом в Азовском районе. Участок, огород. Стараемся выращивать и употреблять здоровую пищу, что в наше время очень большая редкость. Поэтому Азовский район, город Азов, стал для меня родным уже с того года. Я с октября месяца практически живу на Донской земле. То есть, потянуло именно на казачью родину? Да, тем более у меня корни прадеда, станица Александровск-Юрд-Грушевская, родом отсюда, поэтому, наверное, все-таки гены тянут в коренной земле все-таки. Немножечко можете рассказать о вашей семье? Отец, мать, кто они, кем работают? Отец, мать, они… Отец у нас простой рабочий у меня. То есть, мама, она была директором магазина, сейчас на пенсии. Недавно, кстати, сделали операцию. Вот, они живут в Нижнем Новгороде. То есть, в настоящее время только приезжаем друг к другу в гости. Насколько часто? Ну, я думаю, раз в три, в четыре месяца. Часто пока не получается, поэтому… Скучают? Ну, наверное, скучают. В 2004 году вы окончили физический факультет. Почему вы не связали свою жизнь с наукой, а решили выбрать политику? Ну, с наукой я все-таки, когда я в школе, это было давно, занимался астрономией, да. Потом, чем больше я занимался наукой, тем больше было понимания, что большую пользу науке я не принесу. Поэтому, наверное, стал заниматься вопросом более приземленным. Тем более, так сложилось, что не закончил. Я вынужден был работать, работал на трех работах, и необходима была помощь родителям. То есть, это было нужно. Такова наша жизнь, к сожалению. А изначально, вот когда вы выбирали физику, почему именно физика? У вас были какие-то увлечения или предпосылки к этому? Я, когда заканчивал 11 класс, я писал научную работу по астрофизике и по астрономии. Это определение силы вращения Солнца по движению солнечных пятен. То есть, обсерватория, 30 градусов мороза, наблюдение на проекции на миллиметровой бумаге. Получил диплом второй степени. Почему второй? Потому что реферат был написан от руки не на компьютере. Компьютера у меня в то время еще не было. Но со временем понимаешь, что Ньютоном я уже не буду. Ньютон был до меня. Поэтому надо было заниматься проблемами какие-то более приземленными. Тем более, так сложилось, что одна из работ у меня была связана с выборами. С Дмитрием Владимировичем Савельевым, который сейчас депутат Государственной Думы. Я был у него замначили к штабу, активно ему помогал. То есть, начал с агитаторов. То есть, прошел все эти ступени. Ну, политика заинтересовала. Притом заинтересовали намерения. То есть, это борьба с наркотиками и так далее. Было очень интересно. Я пошел уже по этой линии. Я понял. А физика все-таки... Герман, извините, перебью. Физика это все-таки... У меня дядя закончил физический факультет. Занимался наукой. С бывшим действующим губернатором, тогда еще Борис Немцов. У нас был в Нижегородской области. Который трагически закончил жизнь. Поэтому физика была интересна. Но я понимаю, что все-таки заниматься надо проблем, которые ближе. Еще такой вот вопрос. Мне известно, что вы пишете стихи, снимались в кино. И достаточно хороший такой большой список фильмов, в которых вы принимали участие. Почему вы не связали свою жизнь с этой сферой культуры, кинематографа? Ну, знаете как, если чем-то заниматься, я думаю, заниматься нужно профессионально. Если бы я изначально поступил не на астрофизику, а в китис, наверное, может быть, из меня актер какой-то получился. А так получилось, что в кино это как-то сначала пошли съемки, они такие более любительские были. Потом уже стали приглашать роли второго плана. Потом уже у меня была в проекте главная роль с Панкратом Черным, режиссер у нас Борис Бланк. Наподобие, что это пиратого XX века, я точно не помню сейчас название. Вот. Но я потом понял, что писать это все-таки больше мои стихи. Писал все время песни, каким-то артистом раздавал. Поэтому, знаете как, если есть какая-то творческая, какая-то изюминка, ее можно применить в разных сферах нашей жизни. Поэтому я думаю, что, наверное, если какая-то есть энергия, да, и желание, она не пропадет. Тем более, в нашей жизни это тоже все как кино, понимаете, только сценарий пишут для нас совершенно другие люди, а может быть, сам Господь Бог. Не могу не спросить, какое-нибудь из своих стихотворений вы помните наизусть? Ну, много. Они просто были на разную тематику. Хотя бы одно можете прочитать? Ну, вот из философии, если брать какое-то, допустим, да, в наше время очень актуальны войны, вот эта вся политика. Когда рассуждал, это был 11 класс, либо первый курс, когда в институте учился, у меня был такой стих на рассуждение на войну, о мире, да. То есть, то, что пороки, они не пришли в самих людях. То есть, если мы хотим что-то изменить, надо начинать с себя. Поэтому у меня вот на эту тему был такой стих, когда-то «Откуда хаос взялся войны? Из нас самих, ну что скрывать? Из мысли нашей, корысти, из зависти и неумения прощать? Что говорить о войнах в мире, когда в семье идет раздор? В себе никак мы не погасим, тот пламенный и беспечный спор». Это к тому, что хочешь изменить мир, начни с себя. Да. Спасибо. Давайте вернемся к вопросу и к теме о кинематографе. 200-летию Лермонтова вы обещали снять фильм о великом поэте. И вы говорите, наш проект уже поддержал правнучатый племянник поэта Михаил Юрьевич. Сейчас мы ведем переговоры с Пензенской и Тамбовской областью. По закону финансирование проекта должен на 30% осуществлять регион. Остальную поддержку должны предоставить Фонд кино и Российское министерство культуры. Внучатый племянник рассказывал об этом проекте Михалкову, и он также обещал нам помочь. Фильм-то в итоге вышел на экран? Да, фильм в итоге вышел, только с маленькой заминкой. То, что снял его... Снят он был при поддержке Первого канала. То есть, не Фонда кино, потому что, да, два года мы изучали Лермонтова, это один из любимых моих поэтов в русской литературе. Многие стихи я его тоже знаю наизусть, поэтому 200-летию я написал тоже стихотворение памяти Лермонтова. Он был снят, но он был снят чисто биографически. Тот фильм, который мы хотели снять, он по проекту должен был называться «Тамбовский казначейший». То есть, неоднократно были в Пензе, в Тамбове, там просто не было доказательств, что был ли Лермонтов в Тамбове или не был. То есть, эта тема новая, она была актуальная. Но по писанию поэма, которую он написал «Тамбовский казначейший принц», по сути всего, был. Но у нас режиссер, который должен был снимать фильм, это Судов Вячеслав Анатольевич. И вот когда-то у него снимался в картине «Зверобой 3» в сериале. Мы очень долго корректировали сценарий. Поэтому свой сценарий, свой вариант просто чисто биографически предложил «Первый канал». Ну, соответственно, я тоже там должен был сниматься. Но «Первый канал» выдвинул свои условия, поэтому я участвовал в написании сценария этого фильма. Потому что биографию поэта, все стихи, которые были с ней связаны, я изучал. Они изучали года два-три. А вы в этом фильме какую вообще роль принимали? Вы как сценарист или… Я как со-сценарист. Я участвовал в составлении сценария. То есть это фильм назывался «Лермонтов». Он вышел к 200-летию поэта на «Первом канале». Идея тоже ваша была? Идея изначально была наша. Моя. Евгений, не секрет, что у вас есть судимость по статье 159 части 1 Головного кодекса Российской Федерации. И это известно очень многим. Это указано на многих сайтах. И вопрос достаточно острый для многих жителей. Что это вообще за история? Как все произошло? Ирман, давайте с примера сначала начну. Если, допустим, в подъезде убили человека, даже на первом, мы с вами оказались на пятом. То есть мы уже автоматами являемся с вами фигурантами уголовного дела. Правильно? В наше время у нас очень развитая интернет-система. Множество сайтов есть. На одном преподносится информацию, что это фигурант делал, на другом тоже обвиняемый. И ты сам об этом не знаешь. Поэтому информация может быть недостоверной и неправдоподобной. Значит, судимости нет никуда в данный момент. Во мне очень много слухов ходит. Я сейчас расскажу. Или другой пример. Ну, допустим, один человек ударил другого. Естественно, он виноват. На него заводится дело. Он совершил преступление. Ну, находятся три свидетеля, да, которые говорят обратно, что не тот ударил, а начал тот. Автоматом, фигурантом уголовного дела обвиняемый становится главным он. То есть если пишут на сайтах и говорят, что вот он вот такой-сякой, наверное, это кому-то надо. Да, то есть открыто заявляю. Судимости никаких нет. Пытались, я проходил, да, по одному уголовному делу, в котором были задействованы другие люди. Но там все погашено, значит, и судимости нет никаких. Нигде я в тюрьме не сидел. Обо мне также, кстати, ходят слухи, что я нахожусь, вот, в будущем, когда я начал здесь свою деятельность в Азове осуществлять, да, общественную. Говорят, что я в международном федеральном розыске. Ну, давайте вот сами так подумаем логически. Человек, который висит на билбордах. Вот в центре города Баннера здесь размещали посылники для объединения казачества, да, проводят общественные мероприятия с профитными органами, да. Да, периодически появляется на экранах, в том числе на «Россия-1». Может он быть в федеральном розыске? Вот этот вопрос заставляет задуматься, да. То, как минимум, это просто некорректно, но это просто абсурд. В прошлом вы помогали жителям деревень Содомова и Деянова, решали вопрос железнодорожной остановки на 506-м километре в Нижнем Новгороде, раздавали игрушки детям в селе Богородское, являлись частым гостем в ток-шоу на канале «Россия-1». Кстати, очень много в интернете я посмотрел передач с вашим участием. Прямой эфир. Да, в Азове вы также активно начали общественную деятельность, раздавали пасхальные куличи, проводили акцию совместно с ГИБДД и с заслуженным артистом России Александром Числовым. Баннеры с вами расположены, как вы уже сказали, на самых видных участках нашего города. При этом на вопрос, собираетесь ли вы выдвигать свою кандидатуру в депутаты, вы отвечаете как-то уклончиво. Тогда что это, если не пиар? Бескорыстное желание помогать людям? Герман, вы знаете, вот когда из нас кто-то любой нормальный человек, если он помогает детям, помогает ветеранам, ну какая здесь может быть корысть? Если речь идет о детях, о подрастающем поколении, о ветеранах, которые много заслужили, много для них не делается, естественно, бескорыстное. Пример приведу. Я после выборов работал и помогал людям на протяжении двух, двух с половиной лет, без малого трех лет, да? Меня тоже, значит, винили в том, что это вот у тебя корысть, ты идешь там в депутаты и так далее. Хорошо, я уехал оттуда, я в депутаты там не иду. То есть многие просто были вынуждены просто, вот по-русски говоря, замолчать, да? С какой целью я делал это там? Ведь я там оттуда уехаю, меня сейчас там нет. Опять-таки мы живем сегодняшним днем и не знаем, что будет завтра, да? Тем более, если ты можешь сегодня помочь, здесь сейчас, наверное, надо это делать. Это когда-нибудь где-то зачтутся. Это добрые дела. Второе. Если, допустим, я сейчас могу какими-то своими... Я ведь ни у кого ничего не прошу, да? То есть мы работаем своими средствами, слава богу, не такими большими, да? Но это хватает на то, чтобы какие-то делать, какие-то добрые дела, да? Пускай мы этого не сделаем на 50%, на 100% как-то утребуется ситуация, но можно сделать это на 5-10%. Вот, ну, если брать вот в общем картину, могу там помочь детям тем же самым, ну, на 0,001%, да? Если человек является депутатом, у него возможности появляются больше, привлечь инвестиции и так далее, какие-то другие средства. Тогда уже процент добрых дел увеличивается, повышается, да? То есть возможности появляются другие. И что в этом плохого? Вот, да, я могу открыто сказать, что заявлять, что я собираюсь идти в депутат. Просто, чтобы помогать людям. Мало того, людей, вот простых, очень мало интересует общий бюджет, вот эти миллионы миллиардов в городе, в федерации, да? Их просто, вот, интересует то, чтобы не было явных на дороге. Чтобы дети бегали, там, не ломали ноги себе, да? Чтобы горели лампочки в подъездах, чтобы было благоустройство. Вот простых людей интересует вот это, а то, что касается Азова. Поэтому плохого в том, что поддерживать депутат и гораздо возможности будет помогать больше людям, в этом ничего плохого я не вижу. Как вы, кстати, отнеслись к тому, что как только ваши плакаты появились на билбордах города, их через несколько дней забрызгали вандальным путем краской? Ну, как отношусь? Наверное, отрицательно отношусь. Знаете, дело в том, что если не касается, касаемо, там, моей личности, да? Ну, это вандализм. Если они забрызгали сегодня просто пилборд, неважно, чей, мой это, не мой, они завтра могут это сделать с историческим памятником культуры, там, объектом культурного наследия. Ну, что в этом хорошего? Ну, если касаемо, это моей личности, ну, здесь что остается прокомментировать? Только то, что очернить человека по-другому не удается, да? Кроме как забрызгать краской, которая не отмывается. Ну, это поступок очень низкий и недостойный. Есть же какие-то, если какие-то вопросы есть человеку, или ты недоволен, есть же те же самые дебаты, да? Есть средства массовой информации, есть газеты. Если что-то я совершаю противозаконное, я говорю, ну, ребят, ну, идите, подайте в суд на меня. Если где-то нарушил закон, суд примет решение в отношении меня. По крайней мере, это мерзко и низко, я этого не понимаю. К вандализму в целом отношусь крайне отрицательно. Тем более, человек, который забрызгал краской, я думаю, что все слухи, которые пускают, это идет с одних и тех же источников. Но если вспомнить, да, вот, вся вот эта дезинформация, все войны начинаются, они с неправильной информации или дезинформации. Если вспомнить историю 1812 года, если бы Наполеон не обещал своим солдатам, что вы будете там вить колосьи, сапоги из колосьих хлебов на российских полях, да разве бы они пошли брать Москву в ноябре месяц? Так ведь. И что оказалось? Берлин наш, Париж наш, а потом уже Берлин наш. То есть, вот это самое главное, да? Еще самое главное, мы начинаем войну, ведем друг с другом. Здесь, понимаете, те же самые политики. У нас врагов на самом деле хватает, да? То есть, надо наоборот сплочаться, объединяться, работать вместе. Ну, когда я пришел на Дон, здесь даже казаки. Разные существуют казачьи организации на сегодняшний день, не любят друг друга. Но надо понимать, что разделяя власть, это стратегия Запада. Не наша, не казачья, не российская. То есть, за счет чего Кавказ и народы Кавказа держатся вместе, потому что они друг за другом были всегда, да? У нас этого нет. Вот над этим надо работать, на мой взгляд. Евгений, какие проблемы, по вашему мнению, особо остро сейчас назрели в Азове? И какие пути решения вы видите? Ну, проблемы, начнем тогда с самых главных, вот за то время, пока я здесь, да? То есть, насколько я мог это изучить, это все проблемы, это я думаю, что они еще не до конца изучены. Самая главная, одна из проблем, это качество питьевой воды. То есть, во-первых, она идет солоноватая. Я вот общался с людьми, очень много заболеваний от этого есть, стоматологического там характера, да? Зубами. Значит, онкологических и в том числе камни в почках и другие. То есть, это уже проблема здоровья, да, горожан. Это серьезная проблема. Мало того, к этому прибавляется еще проблема износа труб, водоканалов, муниципальных вот этих всех, да? То есть, это еще не фильтрация воды. То есть, это до 90%, я разговаривал с одним из депутатов городской думы, это до 90% износа. Притом, денег менять их пока нет. Значит, это все принадлежит муниципалитету. Вот, естественно, проблема в бюджете. Значит, это вот одна из проблем, из самых главных, да? Проблемы социального характера, я думаю, говорить о них не будем, это отдельная тема. Значит, проблема Петровского бульвара озеленения. Там в результате вот наращивания, так сказать, инфраструктуры, которая сейчас там идет, да? То есть, там губятся деревья, на которые тоже были выделены средства с муниципальным бюджета. Значит, оголяются корни, и эту проблему тоже надо будет как-то решать. Одна из центральных, кстати, улиц города. Вот. Следующая проблема, значит, это у нас население сокращается значительно с каждым годом. Последние три года сокращается. Народ уезжает работать в Москву. Нет рабочих мест, нехватка. То есть, проблема молодежи. Молодежи нет мотивации. То есть, нет рабочих мест. Но, опять-таки, все упирается в бюджет. И во все это, опять-таки, можно здесь сказать, что... Ну, ее тоже надо как-то решать. Притом, надо сказать, что все-таки долги, да? 200 миллионов городской бюджет, еще долгов не было за последние несколько лет никогда. У Гурдазова. Вот, как мне сказали. То есть, это тоже проблема. Вот. Проблемы еще чуть-чуть разные, они общие. То есть, это, я бы сказал, экономического характера, да? Которые надо решать. Притом, надо решать их как? Допустим, дороги. Кстати, тоже одна из главных проблем. Это проблема, которую я увидел, когда первая заехала в АЗОК на своем автомобиле. Поэтому здесь было заметно все невооруженным глазом. Притом, до 10% муниципалитет участвует в финансировании. Остальное – это областной бюджет. То есть, если бы увеличить эти 10% хотя бы до 30%, я думаю, эффективность была бы, допустим, ни одну московскую улицу отремонтировали, да? На 4 улиц хватило. По крайней мере, центральных самых. Вот. Ну, здесь все-таки проблема еще неэффективного использования. Почему дефицит бюджета у нас идет? Средства неэффективно используются, да? Если бы дорогу, допустим, один раз отремонтировали и сделали бы, заплатили за контроль качества, я думаю, 5 раз бы не пришлось сделать каждый год, 5 лет подряд. Сделал один раз 5 лет, и на этом все, остановились. А эти деньги, они пошли тем же детям, да? То есть, ну, можно было перераспределить средства и пустить их на социальные нужды. Я думаю, так. То есть, есть проблемы характера, то есть, с наркоманией, то есть, количество наркоманов увеличивается, вот с наркоконтролем мы разговаривали. Тоже проблемы, все-таки это наша молодежь, да, это наше будущее. Значит, проблемы занятия спортом, да? То есть, как бы это тоже здоровье подрастающего поколения. Есть проблемы патриотического воспитания молодежи, да? Поэтому, я думаю, в этом направлении надо работать, эти проблемы, о которых надо говорить отдельно. Ими тоже надо заниматься. Вот вы правильно подметили, что в Азове сейчас напряженное финансовое положение. Не секрет, что убрали материнские льготы по оплате за детские сады, сделали платными группы продленного дня в школах. И при этом в городской бюджет на поддержку казачьих обществ заложено 105 тысяч рублей. Казалось бы, сумма в глобальных масштабах незначительная, но все же это тоже деньги. И заместитель губернатора Михаил Корнеев на одном из заседаний в администрации города сказал, что даже и этих денег недостаточно. Вот что вы думаете об этом, и не кажется ли вам, что в данном случае встал некий вопрос выбора между помощью детям и помощью казачеству? Ну, давайте про льготы, да? То есть сначала льготы, я думаю, конечно, отменять нецелесообразно, да? Потому что я говорил про это уже, а если, допустим, вспомнить ситуацию, когда отменили индексацию работающим пенсионерам, это тоже несправедливо, потому что человек выработал пенсию, работал 70% жизни на свое время, да? То есть это его право, да, работать или не работать. То есть он работать идет не от хорошей жизни, да? То есть, и, наверное, это его выбор, да? То есть надо понимать это, да? То есть, притом надо учитывать, что все-таки работодатель в огне, если положа руку на сердце, сказать, да, что не платить НДС, да? На самом деле он может платить зарплату черным налом, и государство от этого теряет деньги, бюджеты всех органов теряют деньги. Ну, здесь то же самое, все-таки почему-то это происходит за счет народа, то есть, да? То есть, как бы вы делаете платные услуги, делаете платные группы продленного дня, да? Ну, предложите альтернативу, проиндексируйте либо зарплату, либо еще что-то, в том числе работников-бюджетников, работников госпредприятий. Я считаю, это неправильно. Это то, что касается бюджетников, и я думаю, все-таки надо изыскивать какие-то определенные другие средства и привлекать инвестиции. На базе чего? Допустим, Азов, это у нас, ну, это что? Это у нас как бы исторический центр, так, если говорить, да? Другие города, там, вот я ездил по России, другие города, там, понимаете, пытаются что-то выдумывать, что здесь или Александр Македонский приходил, либо Пушкин останавливался в проезды на Кавказ. То есть, а здесь уже придумывать ничего не надо. То есть, они создают какие-то музеи, там, еще что-то. У нас здесь все есть. Здесь два сидения. Здесь был император Российской империи Петр I. Здесь все есть. Давайте привлечем туристов. Сделаем туристический центр большой российский, да? То есть, на федеральном уровне этот вопрос поставим. И, я думаю, инвестиции пойдут. Инвестиции – это увеличение рабочих мест, налогов, облагаемая база. Я думаю, многие проблемы решатся сразу. То есть, было бы желание. Понимаете, как сказал Достоевский у нас, если человек хочет сделать что-то хорошее, добра, то можно и с закрытыми руками, с завязанными глазами сделать кучу добра. Поэтому было бы желание и задачи поставлены. Остальное все будет. А что касается вот то, что такое выбор? Ну, выбор, я считаю, это неправильно, да? То есть, там не совсем правильный постановка вопроса, потому что это все равно, что вы скажете, какая вам рука дороже, левая или правая, да? Давайте, какую вам отрубить надо? И та, и другая нужна. Тем более, если будут дополнительные средства, привлеченные инвестиции, будет пополнение бюджета, я думаю, то вопрос-то 5 тысяч рублей, куда их девать, либо детям, либо то. Тем более, у нас в семье каждый второй, третий – это казах, да? То есть, дети – это тоже казахи, а то. Поэтому тут выбор ставить, я думаю, не надо. Тем более, Корнеев, когда приезжал в администрацию, и был у него в совещании, я был, кстати, на этой видеоконференции, у нас существуют гранты федерального областного уровня, в которых участвуют казачьи организации. И там, если организации выигрывают, выделяется гораздо больше суммы неожиданства, 5 тысяч рублей на ведение хозяйств. Это только в городе Азове предусмотрено. Поэтому вот так, давайте еще по-другому вопрос поставим, да? Ну, давайте все-таки на чем-то другом сэкономим. Вот у нас 15 миллионов, по-моему, в том году, если не понять, не изменяйте, было выделено на зеленение. При том, деревья губятся на Петровском бульваре, да, то есть, опять дополнительные траты. Давайте как-то экономить на одном, и все-таки социальную сферу не надо вставить. Ее вставить надо в угла в угла, потому что это люди. То есть, это финансово благополучие горожан, да? То есть, 15 миллионов выделили, а 105 тысяч рублей стоит выбор между казаками и помощью детьми, я считаю, это неправильно. Так ведь? Согласен. Ну, если еще положа руку на сердце, можно еще сказать, что лишнее кресло чиновнику за 200 тысяч можно не купить. Где-то, да? Тут один из депутатов вставил вопрос о сокращении упразднения заместителя-председателя городской думы должности, которая тоже, вот она, помощь детям, пожалуйста. Это, эти деньги, они бы могли пойти на выплату тех же самых льгот по группе продленного дня, о которой вы говорили, да? Ну, отказали почему-то, к сожалению. Понимаете? То есть, надо что делать? Надо привлекать новые средства, да, увеличивать, чтобы бюджет был профицитным, и сокращать неэффективные расходы. Если подрезюмировать, сказать коротко можно так. Я понял вас, спасибо. Еще один вопрос, связанный вот тоже с казачеством. Около половины учебных заведений у нас, как известно, носят статус казачьи. По вашему мнению, этого достаточно? Ну, я думаю, недостаточно. Я говорю, об этом говорил Корнеев, вот на совещании в городской администрации, по его сюда приезду. Я думаю, конечно же, недостаточно. Я думаю, что если в два раза больше людей, учеников будут изучать историю казачества, историю наших предков, традиции, сами как-то участвуйте в этом. Кстати, знаете, вот хотелось бы сказать, что южные люди, они все-таки более патриотичные, нежели чем в средней полосе. Понятно, что это исторически бы условно, здесь границы проходят. И таких, допустим, реконструкций, вот живя в Москве, боя в Питере, не проводилось, как проводится на юге. Поэтому, если увеличится в два раза количество учебных заведений со статусом казачьи, я думаю, будет только лучше. Но хоть что-то должно остаться без статуса казачьи? Потому что, ну, давайте так, положа руку на сердце, не все у нас поклонники казачьей культуры и казачьего быта, и не все хотели бы, чтобы их ребёнок учился в учебном заведении статуса казачьи. Ну, есть такие люди. Ну, знаете, в чём я с вами могу согласиться? То есть, если, допустим, существует у нас поселение, да, вот даже в Азовском районе, где практически там процентов 70 живёт там турок или цыган, естественно, это будет неправильно, если он будет ходить в школу со статусом казачьего. То есть, ему принимать придётся казачий, какой из них казак, если в роду него никогда не было, национальность совершенно другая. Да, я согласен. Здесь надо уже иметь в виду географическое положение, этническую там общность вот этого района, да. Наверное, здесь было бы неправильно, но те люди. Здесь какой-то мониторинг надо привести, хотя бы не процентов, ну, не 100%, но пускай процентов 70 будет. То есть, какой-то опрос, сделать какой-то срез, хотели бы вы, чтобы ваш ребёнок ходил в учебное заведение? Со статусом казачьего. Я думаю, здесь уже, да, идёт от родителей, и второе, это уже от лиц, которые там уже более старше классов, да. Старшеклассники, они уже должны сами определяться, хотят они этого или нет. Вот, ну, если брать вот этническую обществу вот эту, конечно, это здесь, этот вопрос надо учитывать, да. Евгений, в заключении я бы хотел задать вам вопрос, он будет несколько неожиданным. Я его задаю многим своим собеседникам, вот хотелось бы услышать ваш ответ. Оказавшись перед бесконечно длинной и бесконечно высокой стеной, что бы вы сделали, чтобы во что бы то ни стало преодолеть её? Бесконечно длинной и бесконечно высокой. Ну, наверное, следовать надо к цели, да. Если не удаётся, если она бесконечно высокая, если не удаётся её преодолеть препятствия, там, в высоту, да, значит, надо идти напролом. Если это стоит того. Ну, главное, главное видеть конечную цель, да, я думаю, стена не помеха. Спасибо вам большое за интервью, за эту беседу, за то, что ответили на волнующие вопросы, и многие из них волновали жителей нашего города. Спасибо за то, что пришли сегодня в нашу студию. Спасибо. Это была программа «Диалог» и гость в студии, представитель казачества Евгений Пыхонин. Всего вам хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»